Учёные предупреждают о возможных рисках искусственного интеллекта и призывают к дальнейшим исследованиям. Американский исследователь Джон Хопфилд и британско-канадский учёный Джеффри Хинтон получили Нобелевскую премию по физике 2024 года за открытие в области машинного обучения, способствующей росту ИИ. Хинтон выразил надежды на благое влияние нейросетей на производительность, особенно в здравоохранении, но предостерёг, что отрасль ещё не знает, как избежать потенциальных катастроф. «Я надеюсь, что искусственный интеллект принесёт значительные выгоды, увеличит производительность и улучшит жизнь людей, особенно в здравоохранении. Однако меня беспокоит, что ИИ может привести к негативным последствиям, особенно когда он станет умнее нас. Никто не знает, сможем ли мы его контролировать и как избежать потенциальных катастроф. Поэтому срочно необходимы дополнительные исследования, и я призываю молодых учёных сосредоточиться на вопросах безопасности нейросетей. Государство должно обеспечить компаниям ресурсы для этого. Многие исследователи считают, что искусственный интеллект способен стать умнее людей в течение следующих 20 лет, но мнения разнятся по срокам. Мы должны серьёзно подумать о последствиях этого явления». Новая технология вызывает как энтузиазм из-за её революционного потенциала в науке и администрировании, так и опасения, что человечество может быть перехитрено своим собственным творением. Учёные физики обеспокоены тем, что не могут контролировать эту технологию, поскольку недостаточно понимают её пределы. Вопрос о том, как далеко можно продвинуть искусственный интеллект, становится особенно актуальным с появлением нейронных сетей, которые, несмотря на свои удивительные возможности, остаются загадкой для многих. «Меня беспокоит не сам искусственный интеллект, а его сочетание с глобальным потоком информации. Это создаёт иллюзию, что мы знаем всё и можем предсказать, как всё будет развиваться. Я опасаюсь, что автономные системы могут контролировать людей, предоставляя информацию и изменяя обстановку. Также меня настораживает, что ИИ заявляет о своей мощи и скорости, предлагая своё доминирование. Могу ли я мирно сосуществовать с ним? Я не уверен. И это вызывает у меня тревогу». С точки зрения учёного, физика – это попытка понять, как работают системы. Эти системы состоят из различных частей, которые взаимодействуют друг с другом. Когда люди создают большие системы, они начинают вести себя иначе, чем маленькие, и могут проявлять совершенно новые свойства. В некоторых случаях системы оказываются настолько сложными и большими, что их характеристики нельзя интуитивно вывести из свойств элементарных частиц, из которых они состоят. Поэтому следует признать, что новые системы содержат новую физику. Справедливости ради мы поинтересовались мнением самого искусственного интеллекта. Ответ чата GPT был успокоительным, но недостаточно конкретным. Я понимаю, почему этот вопрос может вызывать тревогу. Искусственный интеллект, как я, действительно вызывает дискуссии о своих возможных рисках и последствиях. Моя цель – быть полезным инструментом для людей и помогать в решении различных задач. Однако важно, чтобы технологии использовались ответственно и с пониманием их ограничений. Я не обладаю сознанием или намерениями, но вопросы о безопасности и этике ИИ требуют серьезного внимания и обсуждения.